Есть в нашем городе священное место, куда можно прийти и поклониться памяти павших героев. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи и нет равнодушных к этим грозным, страшным событиям. В 2024 году Архангельск отметит юбилей – 440 лет. Сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея подготовили видеопрезентацию «Монумент Победы» об одном из достопримечательностей нашего города. Совсем скоро исполнится 55 лет со дня его открытия. Чтоб сегодня с тобой нам рассветы встречать, кто-то там на войне шел вчера умирать, кто-то в танке горел, кто-то в море тонул. За тебя, за меня, за родную страну 27 миллионов погибших людей, чьих-то братьев, отцов, сыновей, дочерей. 27 миллионов война забрала просто так, словно жертву от нас приняла, словно дар от земли за дальнейший покой и за мир над твоей и моей головой. Нам об этом нельзя никогда забывать. Надо детям и внукам своим передать эту светлую память о страшной войне и такой дорогой и кровавой цене. Торжественная закладка монумента, официальное название которого «Воинам, северянам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», состоялась в день празднования 25-летия Победы 9 мая 1965 года. На площади мира был поставлен знак с надписью «Здесь будет установлен обелиск Победы». Торжественное открытие монумента состоялось через 4 года – 9 мая 1969 года. Идея монумента принадлежит известному архангельскому архитектору Вадиму Михайловичу Кибереву. Вадим Киберев – главный архитектор города Архангельска с 1960 по 1968 годы, участник разработки генерального плана города, который был утвержден в 1967 году, заслуженный архитектор Российской Федерации. Вместе с ним над памятником работали еще два человека – Валентин Михайлов и Юрий Чернов. Валентин Андреевич Михайлов – скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, до 1972 года жил и трудился в Архангельске. Он известен как мастер психологического скульптурного портрета. Юрий Львович Чернов – москвич, известный скульптор, народный художник РСФСР, член Российской Академии Художеств, автор множества произведений в монументальной и станковой пластике. Вадим Михайлович Киберев рассказывал, «Валентин Михайлов воевал, был моряком, а я и Юрий Чернов моложе его, потому в боевых действиях не участвовали. Но так или иначе война задела нас всех. Мы горячо ощущали ее, были под впечатлением, потому и появилась идея сооружения, демонстрирующего мощь и силу народа, разгромившего фашизм». Размеры памятника впечатляют. Главный элемент мемориала – монолитная бетонная стелла высотой 19 метров и основанием 13 метров, олицетворяющая склоненное знамя. Возле стеллы в почетном карауле застыли отлитые из бронзы защитники Родины – моряк, женщина-воин и солдат. Высота фигур – 4,5 метра. Вадим Михайлович Киберев говорил, что моряк – олицетворение Северного флота, который сыграл большую роль в борьбе с фашизмом. Солдат-пехотинец, потому что именно простые солдаты вынесли всю войну на своих плечах. В какие бы времена ни проходила война, солдат был главной ее фигурой. А без женщины мы никуда, ни дома, ни на войне. На стелле металлические буквы надписи посвящения северянам, павшим в Великой Отечественной войне. Помни, 94 311 жителей области отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям! Объединяющим элементом композиции служит стилобат из серых плит карельского кварцита. В арке, прорезывающей основание стеллы, установлена бронзовая чаша, в которой горит вечный огонь славы. Огонь в память о героях, отдавших жизнь за Отечество. Вечный огонь напоминает всем нам о том страшном и беспощадном времени. Чтобы огонь горел постоянно, под площадью была прорыта траншея и установлен газопровод для подачи газа в капсулу. Капсула, постамент и бронзовая звезда появились первыми. Звезду отливали на заводе «Красная кузница» в Архангельске. Фигуры солдата, матроса и женщины-воина отливали из бронзы на Ленинградском заводе. Затем этот монолит специальным поездом доставили в Архангельск. А вот 19-метровую стеллу возводили на месте. В начале архитектор Вадим Киперев планировал установить памятник ближе к реке и перпендикулярно берегу Северной Двины. Тогда монумент смотрелся бы словно парус корабля, врывающийся в пространство воды. Ведь, по мнению Вадима Михайловича, Северная Двина – главная достопримечательность и достоинство Архангельска. Уже был сделан эскиз этого варианта, но в итоге стеллу решили установить так, как она расположена сейчас. Главным фасадом монумент обращен на Северную Двину. Он установлен так, что хорошо просматривается не только с набережной, но и с многочисленных судов, идущих по реке. Площадь мира изначально была вымощена железобетонными плитами, скрапленными в нее газонами и приподнята на три ступени. Возле памятника расположен спланированный сквер. Ансамбль продолжен на набережную Северной Двины широким спуском к реке. Совсем недавно, в 2023 году, была проведена комплексная реконструкция этой территории. Отремонтировали постамент, привели в порядок газоны и переложили тротуарную плитку ближе к реке. Заменили изношенные бетонные плиты на гранит. В 1991 году возле бронзовой чаши с огнем был помещен прах неизвестного солдата, доставленный с места боев в Мурманской области. Сверху расположена бронзовая плита с надписью. Здесь покоится прах неизвестного воина-северянина. Август 1991. В 1995 году скульпторы Вадим Киберев и Сергей Поташев добавили дополнительный элемент к монументу – остроквадратную стеллу с фамилиями земляков-героев Советского Союза, которая расположилась справа от памятника. Всего на стелле сначала было 90 фамилий, хотя героев более 120. Дело в том, что к моменту создания памятника была собрана информация только о 90 ветеранах. Фамилиями героев войны ее заполняли постепенно. Сейчас на ней практически нет свободного места. На площади возле памятника по традиции проводят парады и шествия, посвященные грозным событиям минувшей войны. В праздники и в будни к вечному огню идут на поклон молодожены, несут цветы героям войны их сыновья и дочери, внуки и правнуки. Вечный огонь – это одна из главных достопримечательностей Архангельска. Скульпторы постарались максимально передать величие подвига, силу духа, мужество и стойкость нашего народа в суровые годы Великой Отечественной войны. Вечная память и вечная слава героям! Это правильная память! Продолжение следует...